Мы продолжаем ход событий открытого канала из среда, экономическая рубрика, но не с Диной Болговой, а с Романом Дрякиным. Ром, добрый день. Привет. О чем пойдет сегодня разговор? Сегодня я расскажу о мероприятии, которое происходило сегодня в Саратове, в торгово-промышленной палате Саратовской области. Было мероприятие, на котором говорилось о росте цен. Ты имеешь в виду деловой пресс-клуб торгово-промышленной палаты, на который сегодня приезжал Александр Ландо. Да, на который он опоздал. Давай сначала о тех вопросах, которые поднимались в рамках встречи в торгово-промышленной палате. Говорилось много всего, но основные темы, вокруг которых сосредоточилось общение, это было первое, проверки, второе, проверки бизнеса имеется в виду, второе, как они влияют на этот бизнес, ну и говорилось о том, конечно, почему растут цены, почему это происходит, обосновано это или не обосновано. Ну, про проверки представитель прокуратуры успокоил всех, сказал, что проверяют только крупные торговые сети, то есть если мелкие магазинчики и проверяют, то им это не грозит никакими штрафами, а грозит. То есть не грозит, а это делается для того, чтобы получить информацию, где они берут свой товар, у каких поставщиков проверяют только крупные торговые сети. Но, причем повторил представитель прокуратуры это несколько раз, ему пришлось повторять, потому что участники явно ему не верили, некоторые, во всяком случае, говорилось о том, что... Не верили тому, что проверяют или не верили прокуратуре? Не верили представителю прокуратуры о том, что проверяют торговые сети, только крупные торговые сети, а не мелкие магазинчики. Ну как они не верили, они просто как-то, кажется, не очень хорошо воспринимали эту информацию, говорили о том, что от проверок в основном страдают мелкие магазинчики, и что каждый раз, когда наступает какой-то кризис, в стране начинаются проверки, и первыми, кто страдает, это... Представители малого бизнеса. Ну, вообще, в первую очередь страдают розничные продавцы, хотя, скажем так, есть еще оптовые продавцы, а за ними есть еще и производители, и копать надо там, но до розничных продавцов дотянуться проще всего, потому что часто производитель или оптовый продавец находится даже за пределами региона. Ну, об этом говорилось, но, как я уже сказал, прокурор пытался всех успокоить, говорил, что вот только крупная торговая сеть, которым проще как-то жить на этом свете, а мелкие магазинчики, они построят этих проверок меньше всего. Было ли со стороны бизнеса высказано какое-то мнение о том, почему цены растут, ну, помимо того, что вот производитель цены повысил, поставщик цены повысил? Ну, высказывалось мнение о том, что цены растут не только по объективным причинам, как ты сказал, потому что поднял цену продавцовщик, поднял цену производитель, еще, конечно, не обошлось без того, что обвинили СМИ, ну, очень мягко обвинили, надо сказать, без какой-то открытой критики, но сказали, что вот еще и на тот ажиотаж. Кстати говоря, средства массовой информации напомнили, что наша задача успокаивать людей в данный момент, так что... То есть, не поднимать общественное мнение, а наоборот... Ну, вот, говорю, что было озвучено. Слава богу, не СМИ обвинили в росте цен. Так вот, говорилось о том, что это во многом еще росту цен способствует ажиотаж. Например, представитель Организации опоры России, председатель Саратской организации Романов, сказал, что цены поднялись даже на прихмахерские услуги. Он пытался анализировать, почему они поднялись, потому что там, ну, вроде бы не должны использоваться никакие иностранные компоненты, там все проще. Вот, и, как он сказал, пытался найти причину, но этой причины не нашел. То есть, многие живут по принципу, все поднимают, давайте-ка и мы поднимем. Ну, во всяком случае, так говорилось, такое было высказано. Понятно, что деловой сектор будет выступать против проверок извне. Я имею в виду проверки общественной палаты, прокуратуры и так далее. А было ли высказано мнение о том, что, может быть, внутри самой деловой среды надо создать какой-то инспектирующий орган, который будет хоть как-то контролировать этот процесс? То есть, фактически сделать комиссию, ну, грубо говоря, из своих? Ну, вот таких предложений я не услышал. Достаточно долго прошло мероприятие, два часа, может быть, что-то просто ускользнуло из внимания моего. Но могу сказать, что вот небызвестный Ландо, уже упоминавшийся здесь, представитель общественной палаты Саратовской области, сказал, что давайте сядем с бизнесом за стол переговоров и определим, какой-то заключим так называемый договор, что как-то общественный, о том, что вот если в таких условиях вы поднимаете цены, вот не больше, чем такое-то количество процентов. Кстати говоря, еще говорилось о том, что Иван Дов в том числе возмущался по этому вопросу и председатель ДПП Фатеев говорил об этом, о том, что, ну, по какой-то причине они не видят активности ФАС в этом вопросе. Федеральная антимонополия службы в Саратовской области, вот в частности, прислушались призывы активизировать работу ФАС. Но на самом деле хочу сказать, что вообще разговор о контроле за ростом цен, это достаточно, скажем так, вопрос дискуссионный. Еще в августе я читал заметку одного экономиста, одну минутку, напомню его, Максим Миронов, профессор бизнес-скул из Мадрида, который на тот момент жил в Аргентине, и в Аргентине-то как раз пытались регулировать цены. То есть там сначала они установили государственные цены на все там жизненно необходимые товары, это привело к тому, что товаров стал попросту дефицит, то есть стали давать не больше двух-трех товаров подни руки, потом товары просто исчезли. То есть продавцы в магазинах стали выставлять таблички о том, что извините, поставщик этот товар нам не поставил. То есть регулировать рост цен, это на самом деле прямая дорога к дефициту. Ну, для меня удивительно то, что каким образом может государство и иные структуры регулировать рост цен на свободном рынке? Сама по себе экономическая ситуация парадоксальна. Ну, вот как раз представитель прокуратуры на этом мероприятии, он говорил о том, что они-то как раз занимаются, реагируют не столько на изменения в цене, сколько на нарушение законодательства. На самом деле есть антимонопольное законодательство, в котором прописаны некоторые пункты, монопольный сговор и так далее, которые нарушать нельзя. Так вот, если цена начинает подниматься, то в этом можно усмотреть факт монопольного роста цен. Здесь ключевым словом, наверное, должно быть необоснованно подниматься. Да, абсолютно верно. То есть с чем, собственно говоря, и сталкиваемся сейчас на протяжении... Ну, во многих отраслях, как по всей видимости, да. Понятно. С нами был в студии Роман Дрякин и экономическая рубрика. Мы говорили о том, почему сегодня повышают цены и каким образом этому можно противостоять. 20 минут. 365.